Вальтажировка – это не олимпийская дисциплина, которая представляет собой различные действия спортсменов, которые выполняются на лошади. Они могут быть акробатические, гимнастические, хореографические. Поэтому это наиболее зрелищная дисциплина, на мой взгляд, из остальных дисциплин конного спорта, который как раз квинтэссенция всадника спортсмена и лошади, возможно, максимально раскрывает таланты именно спортсменов и их хореографическую и творческую подготовку. Итак, в нашей стране комитет по вальтажировке возглавляю я, а также он состоит из следующих участников наших. И все они плодотворно работают над развитием вальтажировки в нашей стране и стараются продвигаться тоже и на международном уровне. Соответственно, я, Елена Желана, председатель и в комитете веду работу с тренерским советом. Большакова Марина отвечает за развитие образовательной программы по вальтажировке. Крикнина Маргарита отвечает за судейскую программу по вальтажировке. И Лагунова Надежда занимается рейтинговой системой, Санникова Оксана курирует юридические вопросы. И Стикина Елена подействует с регионами и решает вопросы в наших регионах. Вальтажировка на данный момент в России развивается очень стремительно и завоевывает новые регионы. И это не только по тренировочному процессу заметно, но и по соревновательному. То есть с каждым годом хотя бы один-два региона прибавляется в нашем дружном строю. Соответственно комитет занимается теми вопросами, которые перечислены. И также работает над рядом документов, на которые основывается вальтажировка. Как тренировочная ее часть, так и соревновательная и далее все остальные моменты. Соответственно правовые документы, которые наш комитет курирует и часть вальтажировочную ведет. Это национальные, соответственно международные правила по оконному спорту. На данный момент международные правила курируются, когда мы можем принимать участие в международных семинарах и там высказывать какие-то мнения, ну а национальные правила непосредственно. Соответственно ну и международное руководство для судей в том же формате, как и международные правила. Да, национальный регламент, но это все равно, все равно. Тут меньше вопросов, меньше вон торговочных, больше, но больше основных. Но на него мы тоже всегда ориентируемся, чтобы наши занятия и соревнования не шли вразрез с ним. А также антидопинговый рекламент. Это как-то перескакивает само. Сейчас. Дальше федеральные стандарты подготовки спортсменов. Там тоже есть отдельная часть для спортсменов по вольтажировке, так как вольтажировка достаточно развитая и в государственных школах, и соответственно тоже на него ориентируется. Ну разумеется федеральный закон о спорте. И по итогам соревнований у нас есть условия присвоения разрядов и званий. Специальные документы ЕВСК. Нет. ЕВСК. Также важно при занятиях по вольтажировке разрабатывать инструкции по технике безопасности, потому что, соответственно, моментов по вольтажировке, где можно получить травмы как лошади, так и спортсменам, достаточно много. И, соответственно, когда вы подготавливаете какие-то свои занятия, вы на базовые требования по технике безопасности всегда должны ориентироваться еще и на свои какие-то отдельные моменты. Ну и также работаем с единым календарным планом и внесением дисциплин во Всероссийский реестр видов спорта. Таким образом, на данный момент соревнования по вольтажировке проходят в четырех форматах, но, к сожалению, не все из них внесены в единый реестр, но с прибавлением участников тоже над этим вопросом достаточно активно ведется работа. Соответственно, соревнования по вольтажировке проводятся в индивидуальном формате, в парном и в групповом. Также возможны командные соревнования. Опять-таки, все это описано в национальном регламенте, а также в правилах по конному спорту. Почему же она перескакивает? Сейчас, секунду. Также, чтобы подготовить все эти программы, нам нужно наладить непосредственно тренировочный процесс. Соответственно, для уровня вольтажировки на данный момент вольтажировка очень интересная дисциплина, потому что она может не только развиваться как спорт, но также как определенное увлечение для многих людей, а также в помощь к классическим видам дисциплины конного спорта. Первый уровень – это, соответственно, уровень фитнеса или хобби. Это спортсмены могут на лошади делать абсолютно любые общие развивающие упражнения, которые, грубо говоря, можно их также делать и на полу, но, разумеется, с лошадью это гораздо интереснее и увлекательнее. Второй уровень – это любительский спорт у нас возможен. Опять-таки, спортсмены могут работать уже по более спортивным программам и участвовать в определенных любительских соревнованиях. Третий уровень работы – это национальный спортивный уровень. Это, соответственно, спортсмены уже более высокой квалификации, которые настроены на более серьезное обучение, допустим, либо в спортивных школах, либо в каких-то секциях, которые целенаправленно развивают влитажировку и участвуют в соревнованиях различного уровня. А также четвертый уровень – это международный спортивный уровень, для которого, соответственно, нужна еще более серьезная подготовка и больше всяких разных организационных моментов для того, чтобы успешно провести этот этап. Для того, чтобы грамотно обеспечить процессы все эти, нам нужно понимать, какого уровня специалисты нам нужны на каждом уровне. Итак, на первом уровне подготовки достаточно просто тренера, который понимает биомеханику упражнений, а также может контролировать лошадь. На втором уровне подготовки уже, конечно, не обойтись без тренера по влитажировке и специалиста по ОФП, потому что уже более, так скажем, серьезная нагрузка возникает, и для того, чтобы спортсмен мог спокойно, даже любитель ее, так скажем, на лошади выполнять эту подготовку, обязательно уже нужна определенная подготовка по ОФП, специализированная. И, конечно, возможно, все в одном лице, но для этого этот человек должен проходить специальные образовательные программы и самому стремиться развиваться в этих вопросах. на третьем уровне нужно, чтобы этот уровень обеспечивали тренер по влитажировке, специалист по ОФП, специалист по хореографии, по акробатике. Ну и также уже, конечно, это уже более спортивный уровень, там уже идут, грубо говоря, чаще всего подготовка в спортивных школах и обеспечивался уже и методический процесс, и также представитель команды, потому что это уже по-любому выезды на соревнования и определенные, связанные с этим дополнительные людские затраты. На четвертом уровне необходим тренер по влитажировке, специалист по ОФП, специалист по хореографии, специалист по акробатике, методист, представитель команды, также уже необходим ветеринар, желательно, чтобы был врач, физиотерапевт, массажист, психолог, также стилист, дизайнер костюмов, изготовитель костюмов, аранжировщик музыки, также желательно, чтобы был юрист, так как юрист тоже важная часть, что на международных соревнованиях больше возникает всяких, может возникать теоретических моментов, и очень часто важно, чтобы такой человек был и мог помогать во всяких непонятных ситуациях. Для материальной части, ну, разумеется, нужна лошадь, как бы так, как это конный спорт, также нужен манеж для занятий на лошади, и специальное оборудование для снаряжения для лошади, соответственно, нужна гурта с развязками, уздечка для лошади, пад, поролон, соответственно, допустима любая защита для ног лошади, корда, бич, и также различные приспособления для разминки лошади. Также на этапах уже, где возникает необходимость занятий ОФП и специализированными занятиями, необходим спортзал, который должен быть оборудован для хореографии, для акробатики, для ОФП, и желательно, чтобы была страховка. Ну и, разумеется, на этом этапе очень важно, чтобы был макет лошади, который на данный момент может быть как неподвижный, а просто макет лошади, а также сейчас все больше захватывает, так скажем, популярность подвижные макеты, которые имитируют движение лошади, ну, начиная от шага и заканчивая голубом, притом разного уровня и разной скорости. Соответственно, если у кого-то возникают какие-то вопросы, вы можете их сразу писать в чат, и я их буду параллельно освещать. Очень важно для вальтажировки, чтобы у вас были хорошие лошади, так как в основном от лошади зависит и качество подготовки ваших занятий. Соответственно, количество лошадей зависит тоже от количества и уровня подготовки занимающихся. В первую очередь, следует обратить внимание на доброжелательность, характер лошади. Важно, чтобы лошадь была достаточно ориентирована на человека, потому что очень много происходит работы вокруг лошади, и если лошадь, допустим, кусается или еще что-то делает, то уже будет тяжело все это реализовать. Поэтому, в первую очередь, смотрим, когда выбираем лошадь, на ее доброжелательность и характер. Опять-таки, есть такой хороший момент, это если мы хотим выбрать лошадь для вальтажировки, можно приехать, поседлать и попробовать сразу сделать хотя бы обязательную программу. Если лошадь к этому спокойно относится, то, соответственно, есть смысл ее рассматривать. Если она к этому относится неспокойно, то вы должны понимать, что вы должны еще обладать определенными специальными знаниями, чтобы ее обучить этому. Лошади бывают разные, и тоже ситуации бывают разные. С повышением уровня спортсменов уже следует обращать внимание на улучшение качества голуба, потому что начальная подготовка проходит на неподвижной лошади или на шагу, а чем выше уровень спортсменов, тем уже больше получается занятий на голубе. Разумеется, для начала голуб лучше, чтобы был более, менее амплитудный, а чем уровень спортсмена выше, тем уже уровень амплитуды лошади, он более нивелируется действиями спортсмена и даже в какой-то момент помогает. Опять-таки, так как при оценивании на соревнованиях лошадь имеет тоже достаточно значимую весомую часть, 25%, то качество голуба в этом плане очень сильно может помочь. Возраст лошади для вольтажировки я рекомендую старше 6 лет лошадей брать. На мой взгляд, молодых лошадей покупать для вольтажировки очень перспективно, потому что за время, пока вы ее готовите до 6 лет, с ней уже может что-то произойти и, соответственно, вся подготовка может немножко скорректироваться от этих происшествий. Старше 6 лет уже у лошади формируется и более понятный характер и уже можно, так скажем, более четко прогнозировать, когда ее можно будет использовать на соревнованиях. Ну, соответственно, если берем более младшую лошадь, то это дольший период и, кроме того, это достаточно негативное влияние все-таки на ее опорно-двигательный аппарат, на спину. После 6 уже у лошадей более сформированные все эти моменты и упражнения спортсменов не настолько сильно влияют на ее физиологию. Соответственно, нужно, чтобы была лошадь с крепкой конституцией, ровной и достаточно широкой спиной. И желательно, чтобы поясница была не очень длинной, так как, опять-таки, многие упражнения делаются не только на спине, но и на шее, и на крупе. Обычно лошади с длинной поясницей все-таки на нее более реагируют. Ну, либо, если это все-таки лошадь с длинной поясницей, то нужно обязательно смотреть, чтобы она была недостаточно здоровой. Соответственно, формы занятий у нас по литражировке могут быть как индивидуальные, так и групповые занятия. Опять-таки, занятия на лошади, на макете лошади и отдельно занятия ОФП, растяжка, хореография. Для каждого вида этих занятий нужно продумывать соответственно оборудование, которое мы используем и также продумывать уровень подготовки спортсменов, чтобы им было более-менее интересно совместно заниматься, потому что, опять-таки, для начинающих спортсменов мы выбираем более простые упражнения, для более уже подготовленных спортсменов более сложные упражнения. И, соответственно, это требует определенной концентрации и лучше эти уровни разделять. Соответственно, предельного по росту лошади нету никаких вообще как бы предельного, непредельного роста лошади. он может быть вообще любой, но он должен гармонично смотреться с спортсменами. Разумеется, что, в принципе, можно начинать с детьми заниматься и с пони. На пони маленьких детей сажать, но, разумеется, в больших спортсменов на пони сажать уже а, это для пони некомфортно, а, это для спортсмена некомфортно. И, соответственно, чем выше лошадь, да, и чем больше лошади, и чем круче ее голод, тем больше на ней можно что-либо сделать. Соответственно, ну, опять-таки, спортсменам, которые уже имеют хорошую подготовку, хорошую, я имею в виду подготовку акробатическую, хореографическую, гимнастическую, потому что, разумеется, им надо уже уметь более четко координировать свои движения на более серьезной лошади. В принципе, чаще всего на соревнованиях международного уровня лошади, в основном, особенно, если это групповые соревнования лошади, все выше 170 в холке. Индивидуальные соревнования, там еще есть дельта по росту в зависимости от роста спортсмена. То есть, допустим, если у меня был спортсмен, ну, лучше всего, когда рост спортсмена примерно соответствует росту лошади. То есть, если у вас спортсмен, допустим, 160, то ему на лошади 160 в холке тоже будет комфортно. Если у вас спортсмен 170, то ему на лошади 160 будет места не хватать. Соответственно, нужен 170. Но, разумеется, если у вас спортсмен в альтержевке, он ценится не менее, чем в выездке, то есть, там тоже нужно, чтобы была и показана четкая равномерность, амплитуда и также движение в горку. Вернемся к форме занятий. Соответственно, формы занятий возможны абсолютно разные. также они могут быть игровые. Обязательно на занятиях должна быть разминка, основная часть и заминка. Это касается и спортсменов, и лошади. В принципе, если у вас желательно, чтобы у вас было два тренера, или тренер и лонжер, потому что тогда процессы контролировать проще и более качественно получается. Но если тренер все-таки один, то обязательно нужно уметь совместить разминку лошади вместе с разминкой спортсменов. Чаще всего самый простой вариант это просто заставить бегать и тех, и других одновременно. То есть лошадь мы разминаем на России, а спортсменов разминаем бегом рядом с ней, с подскоками, с различными подготовительными упражнениями, таким образом экономя время и силы. соответственно, различные наши занятия вольтажировкой, они приводят потом к определенным мероприятиям по вольтажировке, которые возможны в разных форматах. Чаще всего вольтажировку приглашают выступать на показательных различных выступлениях, фестивалях. Соответственно, в зависимости от этого готовится какая-либо программа. Также хорошо проводить семинары для спортсменов и для тренеров, различные сборы, соревнования различного уровня, либо проводить опять-таки, либо участвовать. Таким образом, вольтажировка очень разнообразна и очень увлекательна, но, к сожалению, в нашей стране не очень популярна, так как это не олимпийская дисциплина в основном и, опять-таки, достаточно мало знаний по вольтажировке, так как тут требуется дополнительное образование в плане физической культуры. Так, ну и соответственно перейдем к тому в конечном итоге, на что направлен наш спорт. Это в конце любых тренировок у нас мы тренируемся собственно для участия в соревнованиях. На данный момент вот эта возрастная таблица соревнования, она немножко другая, но это вот то, к чему я надеюсь, мы придем к следующему году, это немножко, так скажем, планы комитета, потому что актуальную информацию вы можете посмотреть всегда в действующем регламенте и правилах, но я хотела немножко рассказать о том, что надеюсь, нас в ближайшем будущем ожидает. Соответственно, соревнования у нас есть соревнования для взрослых, для любителей, вот то, что выделено зеленым цветом на данный момент это юные вольтежоры это внесли в международные правила, но у нас пока это еще не совсем все утверждено, далее юниоры и дети, соответственно, на данный момент у нас есть две категории детей, но надеюсь, что у нас будет три категории детей. официально, но опять-таки все упирается в то, что на данный момент по федеральным стандартам у нас возможно ну и не только соответственно и участие в соревнованиях официальных и официальные тренировки только с 10 лет для вольтежировки конечно это уже очень такой критичный возраст для начала, разумеется лучше начинать раньше, потому что в более раннем возрасте более просто формируются и двигательные навыки и растяжка детей и акробатические данные гораздо проще нарабатываются пока они еще не достигли такого возраста но конечно с 10 лет уже важно чтобы это все имело продолжение поэтому надеюсь что мы все-таки осилим и чуть-чуть снижение возрастного ценза и соответственно это отразится и на соревновательной деятельности и так на данный момент у нас возможны индивидуальные соревнования по взрослым с 16 лет по юниорам с 14 до 18 лет опять-таки верхнего ограничения в альтажировке по возрасту нет поэтому можно и взрослым спортсменам участвовать ну конечно в зависимости от подготовки на данный момент у нас дети до 10 лет а children они с 10 до 14 но я думаю что вот мы чуть-чуть подкорректируем эти возрастные моменты и со следующего года соревнования будут в таком формате опять-таки на данный момент наибольшая возрастная как раз у нас категория это с 10 до 14 лет и получается что их эти эту категорию лучше все-таки разбить с двухлетним шагом потому что дети 10 лет и 14 они все-таки уже очень разные и так на соревнованиях ну на данный момент внесены у нас все эти моменты правила проведения в правила по конному спорту а также есть отдельный регламент но он вот боюсь что в скором будущем это все-таки будет один один документ ну и уже есть обязательная программа у нас есть соответственно произвольная программа и техническая программа на соревнованиях все программы может могут выполняться либо на разных аллюрах но чем соответственно более старшие спортсмены все приходит к тому что мы делаем на галопе но начинаем мы всегда с неподвижной лошади опять-таки вы можете делать несколько раундов соревнований и допустим опять-таки в литажовке очень большая проблема с лошадями что достаточно много участников и достаточно мало лошадей и поэтому в принципе можно делать несколько раундов и на неподвижной лошади допустим отбирать к второму раунду который уже проводится на лошади чтобы разгрузить немножко лошадей и сделать упражнения на лошадях только спортсменов которые уже действительно к этому готовы потому что иногда даже на неподвижной лошади некоторые спортсмены видно что не очень сильно владеют своим телом в обязательной программе очень четко регламентирован порядок и траектория и все по выполнению каждого упражнения это тоже в регламенте и в правилах можно все прочитать соответственно состав программы меняться не может в произвольной программе там наоборот спортсмен показывает максимально свои творческие данные и все те моменты которые на что он способен на лошади а техническая программа это такая программа микс определенных технических упражнений но которые могут быть обыгранные другими произвольными упражнениями а также какой-то хореографической задумкой соответственно у всех упражнений есть разный уровень сложности которые тоже в регламенте все описано также важно что нужно вот эту нагрузку на лошадь во время проведения соревнаний учитывать в регламенте тоже описано на международных соревнованиях возможно не больше шести участников в двухчасовой период на наших соревнаниях возможно восемь участников соответственно это может быть как индивидуальные участники так и грубо говоря одна группа несколько индивидуалов или одна группа несколько пар либо пар несколько пар несколько индивидуалов то есть в принципе в регламенте все написано где сколько может быть но это надо учитывать опять-таки в чем еще прелесть в литражировке это то что можно приезжать и выступать на арендованных лошадях но об этом разумеется нужно заранее договариваться и соответственно приезжать лучше желательно заранее чтобы можно было на этих лошадях потренироваться чтобы спортсмены приспособились к каждой лошади и фактически очень часто выезжая на международные соревнования мы тоже используем эту возможность в литражировке потому что это самая затратная часть перевозка лошади куда-либо особенно тоже в разрезе нашей большой страны поэтому если говорить о развитии в регионах и участие в максимально возможных стартах имеется ввиду национальных или международных то в этом плане культурировка очень перспективна для любого так скажем региона нашей страны даже самого удаленного и так это мы чуть-чуть посмотрели с точки зрения участия в соревнованиях но очень увлекательно также и самим проводить различные мероприятия по литражировке ну начиная от показательных там конечно все проще и заканчивая соревнованиями различного уровня от клубных до региональных межрегиональных всероссийских и так если мы хотим проводить нам обязательно нужно подумать о специализированных судьях по литражировке так как регламент по литражировке очень сложно достаточно сложный с точки зрения другого ну как бы выиски там тоже очень много специфики которую необходимо знать с точки зрения биомеханики движения лошади то в литражировке очень важно знать всю эту историю с точки зрения биомеханики как лошади так и спортсмен соответственно всегда очень достаточно большая проблема это набрать грамотную судейскую но в литражировке не только посудить сложно но еще и посчитать все это сложно ну разумеется если соревнования не очень крупные то вас можно посчитать и вручную и в экселе если у вас соревнования где переваливает за 60-80 участников то желательно применять какие-то специализированные программы которые ну как бы есть и российские аналоги есть и международные аналоги ну в зависимости от того какого уровня соревнования вы собираетесь проводить соответственно важно чтобы был грамотный главный секретарь счетная очень внимательная а также чищики которые записывают оценки так как на соревнованиях по вольтажировке есть ограничения по времени нужен хронометрист и грамотные стюарды потому что провести разминку и все вот в режиме очень быстром не очень все это просто бывает осуществить и опять-таки при записывании чищиками важно понимать что соревнования по вольтажировке идут всего одну минуту то есть за эту минуту спортсмен делает порядка 15 может быть даже больше упражнений да то бишь скорость достаточно высокая и оценивания и подсчетов этого всего поэтому нужно понимать что должна быть достаточно шустрая команда вот товарищей которые все это осуществляют ну и разумеется чтобы соревнования проходили максимально красочно и хорошо нужен звукооператор и комментатор этого вашего мероприятия опять-таки заранее нужно пытаться собрать всю музыку потому что очень часто приезжают в последний момент на соревнования и привозят допустим музыку не в том формате и соответственно половина оценки которая выставляется за артистичность она уже будет потеряна важно уделять внимание медперсоналу и скорой помощи чтобы это были грамотные люди потому что травматичность на соревнованиях по ультажировке в принципе на каждом старте какой-нибудь случай падения на разминки или на самих соревнований практически стопроцентно бывает и в зависимости от сложности случая соответственно важно чтобы все было максимально обеспечено чтобы спортсмен получил грамотную квалифицированную и вовремя помощь опять-таки чтобы снизить это все нужно чтобы была правильная обработка манежа чтобы грунт был достаточно ровный потому что чаще всего бывают мелкие падения даже просто при приземлении спортсмен подворачивает ногу из-за того что грунт был достаточно плохо обработан также когда вы собираетесь провести соревнования какие-то по ультажировке очень важно продумать питание размещение участников как спортсменов так и лошадей также церемонию открытия и награждения ну и разумеется составить положение на соревнованиях я планировала немножко еще что у нас после всех моментов будет обсуждение какое-то поэтому если есть у вас сейчас еще вопросы задавайте или если какую-то тему открыть по ну раскрыть поподробнее что более интересно я на эти вопросы вам отвечу да конечно это интересный вопрос по спортивной гимнастике да но чаще всего спортсмены которые уже привыкли к какой-то какому-то виду спорта они не всегда охотно переходят другой вид спорта конечно такие случаи есть да и у меня были спортсмены и спортивной гимнастики наиболее яркий случай конечно это мой корейский спортсмен который можно в принципе это у них достаточно частая проблема возникает что они учатся работать от очень неподвижных снарядов да и потом воспринимают лошадь тоже как снаряд к сожалению так не очень сильно получается но опять таки тоже это нельзя прям как диагноз ставить это все индивидуально но проблема такая очень сильная существует что спортсмен начинает пытаться от лошади работать как неподвижного снаряда а так не получится потому что самое главное в альтажировке это как раз баланс и гармония движений с лошадью и в этом самая большая проблема в принципе в том что нужно обязательно понять как двиг мало того что контролировать свое тело так еще плюс этот контроль тела сделать еще совместным с контролем движения лошади если учесть что опять-таки лошадь существо так скажем самостоятельное оно конечно пытается поддаваться контролю с точки со стороны лонжера но не всегда это опять-таки стопроцентно получается поэтому тут спортсмен он должен быть помимо того что гимнастом еще и определенным психологом лошади чтобы понимать что вот в этот момент он это упражнение может сделать а в этот момент лучше посидеть и чуть-чуть подождать или сделать что-то попроще поэтому вот даже было предложение там жестко регламентировать произвольные программы ну типа как фигурном катании но с точки зрения опять-таки нашего конного спорта это тоже невозможно потому что спортсмен должен иногда принять очень сильно оперативные решения по видоизменению своей программы чтобы сделать максимально возможную сложность в данный конкретный момент в зависимости от того как двигается его лошадь потому что опять-таки лошади очень непредсказуемы иногда работаешь все нормально а приезжаешь на соревнования камеру поставили в какой-то угол близко к кругу и все и лошадь уже так скажем немножко по другой траектории идет немножко по-другому себя ведет не настолько равномерный голуб как хотелось бы для полного выполнения поэтому спортсмены из гиперски это конечно хорошо с точки зрения что у них уже есть подготовка по ФП и акробатике но с точки зрения вольтажировки этого недостаточно вот хотелось бы конечно еще немножко поговорить о проблемах которые на данный момент есть вольтажировки соответственно это вопросы вот именно возраста и вопросы того что у нас не все соревнования к сожалению внесены в СВР и групповые соревнования и парные соревнования могут проводиться только по-взрослым хотя уже достаточно много спортсменов есть которые достаточно хорошо себя представляют и по младшим группам то есть уже многие наголопят уже работают но к сожалению пока что их количество недостаточное поэтому развитие вольтажировки оно вот так скажем ограничено всякими моментами которые мы потихоньку решаем у кого еще есть какие-то вопросы ну хотя бы да разумеется еще вот сейчас ведется большая работа с ФИИ и на следующий год у нас запланирован совместный тест соревнования которые как раз направлены на обучение как спортсменов так тренеров и также судей это программа ФИИ и надеюсь что у нас все это получится в феврале ну а также все все семинары и мастер-классы всегда можно и с одной стороны приехать к нам потренироваться с другой стороны можно позвать к себе и достаточно много регионов уже под такой программе подключилась и было бы желание главное чтобы было на месте желание у кого-то развивать эту дисциплину самое важное в данной ситуации ведущее звено это тренер который будет все это стараться делать вот поэтому если есть заинтересованный тренер которому это интересно то мы всегда рады помочь и в и в данный момент и в онлайн форматах и также и в живую в любом варианте ну из регионов на данный момент вольтажировка развита Москве Московской области Санкт-Петербурге Ленинградской области Новгородской области сейчас развивается активно она в Удмуртии Липецкой области в Краснодарском крае также у нас есть иногда приезжают спортсмены из более отдаленных регионов Иркутска да с удовольствием приглашайте опять-таки на данный момент не только я могу но и много уже достаточно специалистов которые хорошо разбираются в литажировке поэтому всегда всегда рады помочь развить ее не только у нас хорошо если есть какие-то еще моменты ну если обсудить там какие-то достижения наши на международном уровне то на данный момент это шестое место на Европе в индивидуальном и групповом зачете соответственно спортсмены участвуют у нас в международных соревнаниях различного уровня и на данный момент с 2004 года и до этого коронавирусного года мы принимали участие во всех чемпионатах мира Европы ежегодно к сожалению в этом году у нас все эти старты отменились но вот в ближайшее время планируется проведение чемпионата России в октябре в КСК Конаковские конюшни и если опять-таки возможно и приехать туда посмотреть и поучиться и также поучаствовать в этом всем процессе непосредственно изнутри в качестве помощников в качестве опять-таки чистчиков поэтому это очень полезно потому что ты уже видишь к чему надо стремиться поэтому ждем всех на соревнованиях и также с удовольствием ответим на все вопросы если их задать по почте в онлайне любым возможным способом так же всегда можно мне позвонить я думаю что если нету особого вопроса что-то обсудить то могу поставить какое-нибудь выступление из прошедших если это интересно то Продолжение следует... Продолжение следует...